Здравствуйте, меня зовут Вячеслав и сегодняшняя программа о трудностях в нашей жизни. Каждый из нас проживает свою жизнь и на пути встречает какие-то трудности, несчастья или беды. И сегодня я в гостях у классного парня, моего друга Марика, который, как и мы, живет обычной жизнью, но на своем пути встретил трудность и несчастье. Я попросил его поделиться с тем, как он преодолел эту трудность и как он продолжает жить. Итак, Марик, мой первый вопрос это расскажи о себе до того, как случилось несчастье. Ну, перед травмой я жил обычную жизнь, работал, искал себя, ну и не скажу, что я нашел себя где-то в чем-то. Я жил и я работал сначала в стройке, потом работал в больнице, потому что стройка закончилась, там не было особо много работы уже. И чтобы не сидеть просто дома, начал работать в больнице. И как-то раз мы с коллегами поехали в баню, просто собрались отдыхать и после бани поехали искупаться в озеро. Плавали, все было замечательно, но я не знаю почему, я залез на детскую гортку, над водой стояла детская горка, и я залез, я ничего не помню больше. Я помню уже, что я обился головой об землю, я начал тонуть. Мне даже коллеги говорят, Марик, хватит там шутить, давай, плыви. Я понимаю, что я больше не могу плывать. Ну, я понял, что мое тело парализовано, и коллега быстро среагировала, она взяла, подплыла, вытянула меня на берег из воды. Вот, и дальше было то, что отвезли в больницу, сделали операцию. Ну, я там помню по кадрам, что меня там везут в больницу, ну, я в скорой помощи. Потом я чухаюсь, я смотрю, я уже, ой, на работе своей, я уже, как бы, не рабочий, но я уже как пациент сам. Вот, и все, потом была операция, и полгода боролся в реанимации, что за свою жизнь. Было трудно пройти этот путь, потому что это было, как я говорю, это был какой маленький ад. Понимаешь, это было то, что ты... Мне отказали легкий дышать на три месяца, просто. И надо было брахоскопии делать всякие, у меня были проблемы с сердцем. Я умирал десять раз, восемь-десять раз клинические смерти у меня были, вот. Но все равно, знаешь, никогда не поддавался, и живет вперед. То, что было раньше, и что и сейчас, это моя жизнь обернулась на 180 градусов. Ну, жизнь живет вперед. Марик, вот после операции ты понял, что жизнь уже не будет прежней, что ты не можешь двигаться, и... Что ты ощутил в этот момент? Вот как ты смотрел в будущее? Ну, понимаешь, после такой травмы, есть в тебе время, как у меня было полгода, время размещать о том, что было, и что есть, и что будет. Я не знаю, я знаю многих людей, которые очень переживали, и ноги сломались. У меня есть такой характер, что я не поддаюсь. Я не поддаюсь сложностями, и я все время живу на позитиве. Даже когда я видел, что у меня не двигаются ни ноги, ни руки, я каждый день знал, я каждый день... Я верил, что я буду ходить, я буду двигаться руками, я просто встану. Надо только время. Мне доктор сказал, что если я буду ходить, то буду ходить только через три года. Я ему сказал, нет, это будет быстрее, но это длится чуть дольше, уже пять лет. Я верю, я верю, что это пройдет, я встану, я буду ходить и так далее. Я все время думаю позитивно, и я не пытаюсь себя убивать тем, что что-то у меня отнято. В жизни мы можем достичь больше, даже если что-то у нас отнято. Мы понимаем, это драгоценность, что нам есть, да? Мы можем сделать другое, еще лучше, чем перед этим. О твоих достижениях мы еще поговорим, они меня лично очень вдохновляют и знают, что у многих людей вокруг. Но сейчас я хотел бы еще спросить о потере, которая произошла в тот же момент. Это когда дорогой тебе человек, который обещал быть всегда рядом с тобой, в этот момент отвернулся. Можешь рассказать об этом? Да, было такое дело, что была девчонка, жили вместе, было хорошо. Но у каждого есть свой выбор в жизни. Я не могу заставить человека быть со мной рядом, если человек не хочет. Я не осуждаю ее, то, что она меня бросила, то, что ушла в самый трудный момент. Я вообще не осуждаю ее. Я просто не знаю, что я бы сделал на ее месте. Я знаю, что трудно есть, и трудности проверки в жизни и так далее. Но пусть ей жизнь будет хорошо. Я только буду рад за то, что ей хорошо, и ее жизнь длится дальше. Но в моем случае, да, конечно, было больно, но я не скажу, что моя жизнь остановилась на деппе. Я скажу, что моя жизнь ведет еще больше вперед, и не будет останавливаться на каждую преграду моей жизни. Потому что зачем ломаться за кого-то, если это нужно для меня, а для кого-то другого? Ну, я так. В общем, из твоих слов я понимаю, что в жизни нам главное не сдаваться и иметь целеустремленный дух, позитивный настрой и независимо от ситуации продолжать идти вперед. И говоря о твоих достижениях, меня очень вдохновляет то, что ты рисуешь картины. И рисуешь их, будучи в таком состоянии. Я хотел тебя спросить, ты до этого рисовал картины? И расскажи об этом немножко. Нет, перед травмой я не рисовал. Это все началось только после травм. Я перед травмой, может быть, так, как карандашом, там, может, что-то порисовал, но ничего особого, ничего конкретного. И это было на реабилитационном центре, когда я поехал. Мы занимались эрготерапией. И мне девчонки спрашивают, ну, после занятия девчонки спрашивают, что я хочу дальше делать. Я думаю, ну, как бы в комнату не поеду. Я думаю, надо в другой раз, знаешь, как подписаться, что-то и так далее. Они мне говорят, ну, давай возьмем ручку, попробуем там написать что-нибудь. Дали ручку в рот. Рисовал, ну, не рисовал, а писал. Короче, ничего не получилось. Как у врачей ничего не понятно, да? Вот. И тогда дали мне кисточку, попробовали кисточкой. Да, и фактически со второй картиной уже я понял, что это мое. Это мой талант, что я хочу развиваться, начать. Надо ехать домой, покупать мольберт, кисточки, краски и рисовать. И ты начал ртом рисовать картины? Да, ртом рисовать картины. И сколько таких картин ты уже нарисовал? Ой, я думаю, где-то сотни точно есть. Сто картин ртом? Ну, может, даже больше, не знаю. Я так, как бы, не считаю эти, сколько я нарисовал, да. Ну, мои достижения... У меня были две выставки уже. И сейчас я в одном конкурсе участвую, где принимают участие 17 художников из Латвии. И это для онкологических людей, которые болеют, чтобы мы могли как-нибудь вдохновить этих людей своими картинами, так и так далее. И там есть конкурс, то, что за первое место можно выиграть 4 тысячи евро. За второе место можно выиграть 2 тысячи евро. И за третье место можно выиграть 1 тысячи евро. Вот. Я сейчас достал, вот, буквально, вчера, позавчера мне сказали, что... Не, я еще не выиграл, мне просто премию дали за то, что я, ну, за то, что я там участвую и так далее. Там выдают всякие премии и помогают. Вот. Я выиграл такую премию чуть-чуть. Чуть-чуть, значит, чтобы, как бы, вдохновиться еще больше. И участвовать еще дальше. Так что жизнь. Жизнь этой, этой, в этой жизни я и зарабатываю на, 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 на картины, чтобы двигаться дальше. То есть ты работаешь как обычный человек? Сначала, да. Сначала это было как хобби. Просто я не думал, что я буду зарабатывать этим. Но один раз мне, я поставил свою картину в соцсетях и мне сказал, ну, я думал, ну, просто так. И мне один человек говорит, давай я куплю эту картину тебе. Я говорю, давай, хорошо. Сколько ты хочешь там петь? Десять евро? Он такой, сто евро. Я говорю, о-о-о. Я даже не думал, что так дорого можно продать картину. Хотя, ну, ну, я понимаю, что это занимитые, занимитые люди. Можно, могут продать, но не я. Но я так понял, что можно зарабатывать эти деньги и помочь для себя, для своего будущего и так дальше. Мы каждому можем достичь что-то в жизни. Только нам надо хотеть. Я рисую для себя, чтобы я мог жить, чтобы я мог зарабатывать, да, чтобы я мог примерно купить себе там одежду, заплатить за квартиру и так далее. Потому что я это делаю сам. Я плачу за свои ассистенты. У меня двое ассистента. И за интернет, за электричество, все надо платить. И надо стремиться к высшему. Не надо поддаваться так, когда ты думаешь, что ничего больше нет. Я видел людей, которые без рук. Я видел, они просто, они в жизни двигаются нереально просто. Они работают, они учатся. Есть люди, которые тоже без рук и без ног. То же самое не кучишь. Он зарабатывает своими спикерами. Он мотивирует людей. Тебе не надо поддаваться на то, что у тебя что-то не получилось. Если тебе не получается, ты падаешь, ты поднимаешь, и ты идешь еще дальше вперед. Тебе надо стремиться к своей цели. Тебе надо идти к своей цели. Если не можешь идти, тебе надо пласти. Если ты не можешь пластить, то хотя бы думай. А своей цели надо думать каждый день. И нельзя поддаваться ни на секунду. Марик, вот твои действия, твои достижения, они вдохновляют людей вокруг, вдохновляют меня. И я вижу, и общаясь с тобой, я понимаю, что ты человек целеустремленный, у тебя есть внутренняя сила и счастье. То есть ты довольно жизнерадостный человек. Хотя я хотел спросить тебя, что дает тебе силу продолжать жить, и что делает тебя счастливым? Моя жизнь дает силу, это Бог, это вера в Него. Это то, что... Я знаю, что я никогда не один, что Бог со мной. Я знаю, что в каждой трудной ситуации я пройду вместе с Ним. Мне вдохновляет то, что есть люди мне вокруг, которые могут поддерживать меня. Это семья, это же самое друзья. Что они видят, люди, которые видят, когда я рисую, видят в моих картинах не просто картины, а любовь, которую я влаживаю. Что мои картины, они не просто темные, но они красочные. Это то, что меня вдохновляет, что люди искренне говорят, что там, ну, что я могу вдохновлять людей, что они ободрены в жизни, двигаться дальше, несмотря на трудности, да, несмотря на это. Мне нравится то, что я могу дать людям радость, реальную радость, что они потом могут сказать, что в жизни так всё плохо, что может быть ещё хуже, но что у нас есть, мы двигаемся ещё вперёд. Вот, например, сегодня у тебя будет какая-то трудная ситуация или вдруг не стало настроения, кажется, что всё плохо. Что ты делаешь в такие моменты? В такие моменты главное не унывать, главное не плакать сразу, но стоять уверен. Если трудно, я примерно, реально, если трудно, я начинаю просить у Бога, чтобы он дал силу, чтобы я мог идти то дорогу, что он хочет. Это не всё время легко пройти. Даже другой раз надо ставить маски, на лицо и улыбаться, несмотря ни на что. Потому что, если ты, чем больше ты будешь смеяться и радоваться жизни, тем больше тебе свет появится в твоей жизни. Тем больше ты будешь грустить, тем глубже ты будешь падать. Марик, заканчивая нашу передачу, наш разговор, нас будут смотреть люди, которые переживают трудности, переживают проблемы. Что бы ты хотел им посоветовать и ободрить их? Я хочу просто сказать тебе, что каждое интервью, кому я не даю, я всё время такой, серьёзный. Но я в жизни, ты знаешь, я по жизни не такой. Я просто всё время улыбаюсь, я просто всё время иду на позитиве. Я хочу людей ободрить, чтобы они так же думали в жизни, чтобы они так же шли вперёд. Потому что мы не можем одни пройти через эти все испытания. У меня Бог это помогает. В моей жизни Иисус мне помог изменить, Он изменил мою жизнь. Несмотря ни на что, я верю, я иду, любовь вперёд. Понимаешь? Это то, что я могу посоветить людям, людьми другим, которые будут смотреть, чтобы, ну пусть они поверят, если есть люди, которые не верующие, пусть они поверят в Бога, и пусть они спросят просто помощь у Него, если есть трудности, и не сдаваются никогда в жизни, несмотря ни на что. Если есть трудности, так есть люди вокруг, которые могут помочь, которые знают, ты никогда не будешь один. Ты никогда не будешь ни один, даже если тебя оставят люди, родные, близкие, но всё время помни, что Бог всё время с нами, Бог всё время с нами. И никогда Он не покинет. Так что, идём вперёд, движемся, и только с улыбкой. Марик, спасибо тебе, что ты уделил мне это время, что согласился снимать эту передачу. Я верю, что это будет полезно для наших зрителей. Я тоже надеюсь. Поэтому, подводя итог из того, что сказал Марик, я понимаю, что самое главное в жизни, первое, это вера в нашего Творца, вера в то, что Иисус может помочь нам в любой ситуации и дать нам силу пройти через любую ситуацию. И второе, это иметь крепкий дух, позитивный настрой и смотреть в будущее с верой. Встречать наши трудности и проблемы лицом к лицу и знать, что мы можем их преодолеть. Поэтому не сдавайтесь, продолжайте идти, у вас всё получится. И если у вас есть желание написать Марику, пообщаться с ним, спросить у него что-то, в описании под видео будет ссылка на его социальные сети и он будет рад с вами пообщаться. Всего доброго, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok